Здравствуйте, уважаемые друзья! Уважаемые зрители, вы смотрите еженедельную программу «Жизнь епархии». С вами в студии Ярослав Кравченко и ближайшие минуты смотрите. Праздник Крещения в Караульском детском доме. Крещенская традиция из села Булгакова Гавриловского района. Трудом и молитвой в селе Чутановка Херстановского района возрождается Дом Божий. В празднику Крещения Господней сотрудники Уарварского епархиального управления посетили постояльцев детского дома, который располагается в селе Караул Инжавинского района. О том, как прошла поездка, расскажет наш репортаж. По благословению епископа Уваровского Кирсановского Игнатия, сотрудники молодежного миссионерского отделов Уваровской епархии к празднику Крещения Господня посетили детский дом, расположенный в селе Караул Инжавинского района. В ходе встречи секретарь Уваровской епархии, священник Виктор Кончаков, подпение тропаря праздника окропил детский дом Крещенской водой. Песня. Песня. После этого ребятам показали фильм, который затронул важные вопросы духовно-нравственного облика человека. Каждый участник вынес для себя из этой встречи много положительного и полезного. Мы сегодня второй раз посетили Караульский детский дом, поздравили ребят с праздником Богоявления Господня, вместе с отцом Виктором и Ерославом Александровичем, окропили святой водой здание интерната, раздали святую воду. И, конечно, все это происходило в такой хорошей, очень теплой атмосфере, несмотря на зимний холод. Но внутри было очень тепло душе. И это тепло исходило в том числе и от ребят, от тех людей, кто их опекает. Поэтому мы очень рады, что сегодня уже второй раз могли посетить вот это место. Издребля-Русь славилась своими традициями и обычаями. В селе Булгакова Гавриловского района к празднику Крещения Господня клирик архиерейского подворья храма Покрова Пресвятой Богородицы священник Андрей Маслов обходит каждый дом с пением тропаря праздника и кропит жилище святой водой. Более подробно смотрите далее. В селе вижу, кто может прийти в храм, кто желает прийти в храм, кто-то не желает прийти в храм. Но все ждут батюшку, чтобы пришел и осветил его дом. И вот в святые дни после Крещения мы заходим в каждый дом, освещаем, окропляемся водой. В глубинках нашей Родины по состоянию здоровья уже не все могут посещать храм, участвовать в божественной литургии. Но это не мешает им оставаться верными чадами Святой Матери Церкви. Батюшка в эти дни – долгожданный гость в каждом доме. Его не просто ждут, но и помогают пройти этот нелегкий путь. Стараются подкрепить физические силы, обязательно напоить горячим чаем и покормить. Даже если ты не особо голоден и не хочешь кушать, обидеть хозяев нельзя. Я не знаю, как сказать, прям выражение какое-то сделать. Очень рада. Праздник наш пришел с радостью. Батюшка к дому был, батюшка к дому осветил. Этот крестный ход непростой. Начинается путь у отца Андрея рано утром, а заканчивается, когда уже темнеет. И так на протяжении нескольких дней. Потому что пройти дома нужно не только в этом селе, но и в прибесных селах. Я Богу верю. Если не заболеть, в магазин я пойду заболеть. А это в храм не ходить. Ну как как не ходить в храм, отец? Я не знаю, я ни одного праздника, ни одного воскресенья. Если сейчас заболею, конечно, я не пойду. Ну пока я в силу, в израилье, в силу я в храме. Этот крестный ход не только несет радость людям, но и помогает обрести святыни. В одном из домов соседнего села была обнаружена храмовая икона. Когда ходили по соседнему селу, то там был храм в том селе, Барский храм. Основной храм на время дореволюционное в здешней местности. Вот была икона Серафима Саровского. Зайдя в этот дом, я, конечно, удивился, что большая икона храмовая висит. И говорю, что хорошо бы этой иконе находиться в храме. Ведь уже богоборческие времена закончились. Получается, это воровство, если мы забрали икону и оставили ее у себя, присвоили ее себе. Мужчина был не готов еще к этому, чтобы вернуть ее обратно в храм. На следующий год опять я зашел к ним и опять же получил отказ. Больше я не спрашивал. И вот спустя пять лет этот мужчина заболел, уехал в Москву, а его родственники вернули эту икону в храм, не зная о том, что я просил его вернуть в храм. Они сами принесли в храм и говорят, батюшка, вот, пожалуйста, возьмите икону, только ее никуда. Мы очень хотим, чтобы она в храме была. Если получится восстановить, я говорю, да, конечно, получится. И с помощью Божьей получилось восстановить эту икону. Это очень ценная икона, так как она 1905 года, как раз времен русско-японской войны. Те уроженцы наших сел, которые служили там, в русско-японской войне, они за то, что вернулись с фронта, написали благодарность Богу эту икону. Путь не из легких, но богодатный. Отрадно видеть, что в наше время сохраняется идентичность русского народа. У нас есть свои традиции, свои обычаи, и нам необходимо помнить их и не забывать богодатное наследие наших предков. Ведь если мы растираем наши устои, нашу веру, нашу жизнь, то и от нас ничего не останется, потому что на этом зиждилась вся тысячелетняя история нашего народа. По благословению епископа Уваровского Кирсановского Игнатия в селе Чутановка Кирсановского района пять лет назад состоялось освящение закладного камня под основанием новостроящегося храма. С тех пор ведется его строительство, и на сегодняшний день уже сделано немало работ. О том, как проходит воссоздание Дома Божьего, вы увидите далее. Население села Чутановки чуть больше 500 человек. Близлежащие села тоже в общей массе насчитывают где-то около 600 человек. На пять сел этот храм будет один. И, конечно же, возникло большое желание как жителей села Чутановка, так и жителей близ лежащих сел поставить храм для того, чтобы была возможность молиться, быть ближе к Богу. Первый храм в селе Чутановка был построен в 1854 году в честь архистратига Михаила на средства боготворителей. Как рассказывают местные жители, позже храм был перенесен в центр села, где располагался до своего закрытия. Сейчас на этом месте находится Дом культуры, поэтому новый храм решили поставить в другом месте. Проживаем здесь, храм нет, близ лежащих селах. А село Чутановка, вот я же всегда здесь храм. Да, вот наступление коммунистических времен храм здесь находился. Ну вот собрали сход граждан, на сходе граждан постановили, храм быть, строили. Ну вот с Божьей помощью потихоньку. Не все так казалось, чтобы шло бы так вот, как по маслу, но все-таки уже все настоят. С воодушевлением большинство жителей относились к данному предложению, чтобы возвести храм в селе Чутановка. Отозвались, многие пожертвовали денег. Даже есть дачники, которые приезжают здесь, не только жители, но и дачники, которые приезжают на лето, отозвались и внесли свою лепту. То есть вот внесли определенную сумму денег, на которую вот был возведен, возводится данный храм. Новое храмовое сооружение размером 6 на 16 метров. Как и когда-то, престол храма в этом селе будет освящен в честь архистратега Михаила. Большую помощь в строительстве оказывает Александр Струганов, Александр Сергей Шамов, Сергей Горячев, Дмитрий Закрудаев, Михаил Минаев. Они безвозмездно помогают строить храм. Помимо тех, кто подвизается в деле строительства, есть люди, кто оказывает финансовую помощь, помогает строительными материалами. Изначально был у нас сруб из профильного, профильный брус был, который впоследствии мы построили, где-то рядов 8, и у нас его как бы не хватило. И вот с батюшкой приняли решение, что нужно, скажем, оцилиндрованный брус. И с этого момента у нас вот цилиндр стоит. При помощи ребят, ребят, я, скажем, своих друзей просил, покрыли крышу. Большое им за это спасибо, безвозмездно. Я думаю, что получается, потихонечку все получится у нас. Должен быть храм обязательно, без храма, без религии, без совствольного какое-то начинать. Что нас может объединить? Только религия. Во время строительства пришлось от проекта немного отступить. Спонсоров новосоздания храма нет. Деньги собирают всем миром, а некоторые помогают своим трудом. Вообще у нас вот в этом году, вот сам весь промысел, весь вот в этом, то есть крыша, мы ее делали сами и делали сами. Вообще мы никто не специалисты по строительству крыш, никто не специалисты. И материала его не было, и средств никаких не было. Но, ну как говорится, что мир не без добрых людей. И стоило только попросить, да, и Богу попросить, и людей немножко попросить. Да, понемножку, по чуть-чуть все давалось столько, сколько нужно. Не больше, не меньше, вот столько, сколько нужно. Ребята, которые здесь нам помогают в строительстве, на выходных вдруг у кого-то там, скажем, режим работ позволяет, созваниваемся и встречаем здесь, и производим работы. В настоящий момент установлен цилиндрованный брус, покрыта крыша, закуплены окна и двери, однако сделать предстоит еще больше. Впереди завершение кровельных работ, установка куполов, подключение отопления, ремонт входных групп. Строительство этого храма удивительно тем, что жители сами берут инструменты, строительные материалы и дружно коллективу возрождают некогда утраченный храм. Безусловно, не все работы могут выполнить самостоятельно, но это не останавливает их на этом пути. Сами понимаете, народ уже как тот отвык от православия. И поэтому, вроде бы, сначала-то увлеклись, а потом вот, ну, были такие вот припомны. Ну, все равно потихоньку, вот сейчас, вот, я действительно храм, стены-то воздвинут. И сколько, сами понимаете, искушений полно. С людьми начинаешь разговаривать. Ну, я тут, что-то, почти 20 лет. Я уже каждый человек-то, я знаю, психологию человек. Даже вот свои, там, вот, родственники начинаются вот так, едешь, ну, вот, почему вот так, а почему не вот так. Говоришь, а вы подойдите сюда, вместе будем, вы, может, что-то внесете. Ну, и в конце концов, оказывается, вот, это тоже, вот, которые люди пришли к этому, который вот постоянный состав, постоянный строитель. Ну, все, вот, мы здесь кто-то есть. А так вот, в основном, остальные, как бы, бачки сторонкой обходят вот эту территорию. Ну, будем надеяться, будем надеяться, то, что я, люди, все-таки, есть они, я, то, что я. Ну, действительно, сами понимаете, 70, там, 5 лет, 80 лет, я не был православия такого, как и есть. И сейчас я думаю, что люди, все-таки, ну, многие приходят к этому. Ну, многие даже уже подходят, там, спрашивают. Верующие с молитвой и упованием на Господа ждут, когда смогут посещать литургию и участвовать в Таинствах Христовых. И хочется искренне верить, что в самое ближайшее время взор у жителей села Четановка вновь откроется сияющий на солнце купола, а в самом храме зазвучит радостная, благодарственная молитва. Все мы к этому приходим рано или поздно. Я вот начал общаться с отцом Антонием, как бы мне это понравилось. И до сих пор, как бы, начал ходить, скажем, в церковь. Не так часто, конечно, но по мере возможности. Он рассказывает нам различные там истории из жизни, поучительные. Ну, я думаю, что он нужен. Где Бог, там и порядок. И, скажем, как бы это объяснить, нету грызни между людьми. Все, как бы, вот мир, чего сейчас не хватает в нашей жизни. Как бы все стараются отчужденно жить, а это, как бы, вот сплачивает людей веру в Бога. Храм, он должен вернуться. Все мы живем с Богом. Прийти, я говорю, помолиться в церковь свою, я говорю, никуда вот я пришел. Я говорю, почему, раз было плохо, то я говорю, в Москве в выходной день прийти, я говорю, со своей семьей здесь. Никуда не ехать, я говорю. Ну, как же можно, как жить без Бога в душе? Вы действительно живете, я говорю, не стараетесь вот там для себя вот наживаться там как-то, я говорю. Ну, стараетесь тоже для Бога пожить. Задуматься об этом, что там не все мы вечны здесь, на этой жизни. Все мы приходящие, уходящие. Конечно же, без доброты людских сердец, без помощи здесь не обойтись и не завершить начатое благое дело. Причем помощь можно оказать любую, лишь бы она была по силам каждому. Для этого можно связаться с отцом Антонием по номеру телефона плюс семь девятьсот десять восемь пятьдесят пятьдесят девятьнадцать ноль восемь. Или обратиться в Уваровское епархиальное управление по адресу город Уварова, Первомайский переулок, семнадцать. Или по номеру телефона плюс семь сорок семь пятьдесят два пятьдесят пять девяносто девять девяносто четыре. Конечно, без помощи Божьей, без доброты людских сердец здесь не обойтись и не завершить начатое благое дело. Поэтому просим вас оказать посильную помощь в этом богоугодном деле. Будем помнить, что Церковь всегда молится за строителей, благотворителей и жертвователей храмов. Господь принимает наше пожертвование и облагословляет нас, а через нас и наши семьи. Спасибо, Христос Вас, Матерь Божия. 18 января 2013 года в Богородинском соборе города Москвы архимандрит Игнатий Румянцев был наречен воепископа. А 25 января за Божественной Литургией в храме Святой Мученицы Татьяны при МГУ в Москве, которую возглавил Святейший Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл Хиротонисонова епископа Уваровского-Кирсановского. Благодаря этому уже на протяжении восьми лет на нашей кафедре есть архиерей. Поздравляем нашего дорогого водыку с Днем Хиротонии и желаем ему многое и благое лето. Наша передача подходит к концу и в завершение хотим напомнить слова праведного Иоанна Кронштадтского. Не бойся насмешек о себе людских, это дьявольская болезнь, а помышляй, что речет о тебе Господь Бог, что рекут о тебе ангелы и святые. На этом у нас все. Всего вам доброго. И не забывайте, православные, Христос посреди нас. Субтитры создавал DimaTorzok